В марте 2018 года на работу к Аблавасу Джумаеву ворвался капитан Айда Скадиев и семеро сотрудников КНБ и людей в штатском. Право на защиту было нарушено, Аблавасу не зачитали права и не предоставили адвоката. Посмотрите внимательно на оперативную съемку. Завтра такие же оборотни в погонах могут прийти в ваш дом. Может показаться, что это обычная процедура обыска, но если обратить внимание на детали, становится видно четко отработанная схема подлога доказательств. Отчетливо видно, как ключи от машины кладут на стол и накрывают курткой. Потом мы видим, как куртку подвинули и слышим звон ключей. Теперь же Аблавасу позволяют надеть куртку, а сотрудник КНБ Ержан Бесенбаев выходит за дверь к машине, чтобы совершить подлог. При дальнейшем обыске видно, что на столе ключей больше нет. Через полторы минуты дверь снова открывается, ключи со звоном падают на стол чуть ниже объектива камеры. Все происходит, пока капитан Скадиев отвлекает Аблаваса бумажками. Здесь видно, что ключи снова, как по волшебству, возвращаются на стол. Но это не магия, а ловкость рук профессиональных мошенников, которые прикрываются погонами. На этом обыск окончен, и вся группа отправляется к машине забирать подкинутые листовки. Две поддельные листовки ДВК свернули и положили отдельно от остальных бумаг. Подвох в том, что среди описания реформ оплаты труда и пенсий, фейки неуместно втиснули призыв к силовому свержению власти. Безграмотно, заставленное Эдосом Кадиевым дело и два фальшивых экземпляра отправили в суд. Сообщник преступной группировки, судья Ралбайна Гошибаев, спешит закончить процесс и отправить невинного человека на 10 лет в зону. Это тот злосчастный судья, который приговорил 37 женоозенских нефтяников к годам колонии. Тогда оглашение приговора прервали из-за негодования присутствующих в зале. Жена Аблаваса Джумаева, Айгуль Акберды, упорно отстаивает права невиновного мужа и не поддается на запугивание силовиков. За ее стойкость и отвагу четыре месяца спустя ей подбросили точно такие же подделки. Вот, 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 смотрите, подкинули листовку. Айгуль – уже предъявленное обвинение по тяжкой статье за призывы к свержению конституционного строя. Мать четверых детей ждет собственного судебного разбирательства. На допросах Айгуль угрожали посадить их с мужем в тюрьму, а детей отдать в детские дома. Достаточно только подписать признание и записать видео с обвинением ДВК, как сделали многие в ее ситуации. Если у этой женщины хватает мужества бороться, значит, это можем и все мы. Дело Айгули Аблаваса – это дело каждого порядочного гражданина, которому не безразлична судьба страны. Из хроники обысков в доме и на работе у Аблаваса Джумаева мы видим, что дело сфабриковано, весь судебный процесс является незаконным. Мы требуем вызвать на суд организаторов подлога Ержана Бесимбаева из Комитета национальной безопасности и Айдоса Кадиева из Департамента внутренних дел. Судья Ралбайна Гашибаев покрывает их противозаконные действия и желает поскорее вынести обвинительный приговор. Запомните их лица. Нет сомнений, эти люди творят беззаконие, против которого призваны бороться. Пришло время покончить с произволом власти тирана. Хватит оставаться безучастными, когда пытают целые семьи казахстанцев. Нас больше и справедливость на нашей стороне. Объединяйтесь и приходите в суды. Не давайте в обиду своих земляков. Казахстан будет свободным.